привет мои дорогие подписчики друзья и гости моего канала извините мертвое домашнее видео в домашнем халате решила снять такое домашнее видео и спросить вас как вы справляетесь когда вот на душе с такой ситуации когда на душе кошки скребутся вот ну если честно признаться бывают такие ситуации да у каждого что скребутся кошки такое ощущение душа искорябанная кто-то вот либо что-то сказал да там задел за больной либо кто-то обидел из членов семьи сказал что-то обидное да либо любимый человек обидел там да либо какое-то расставание у вас как можно правильно справляться с этой ситуацией я вот долго думала над этим потому что в жизни в бывало все у меня как и у всех я никакая не особенная такая она позитивный конечно человек стараюсь все воспринимать позитивно и говорить так все что не делается делается все к лучшему ну иногда бывает это сделать очень сложно и как поступить такой ситуации я вот даже не знаю почему я об этом говорю мне просто поступил такой вопрос как вы расправляетесь с ситуацией это именно что сказать когда на душе кошки скребутся когда я разочаровалась в человеке это именно был такой вопрос что молодая женщина разочаровалась в своем любимом я не знаю даже как сказать в молодости конечно у меня было много разочарований в молодых человеках и знаете когда она перестанет наверное быть разочарований в этих молодых человеков вена так или назовем да леночка тогда когда вы начнете любить себя начните любить себя вот вот от кончиков ногтей до кончиков волос даже от кончиков ногтей на ногах до кончиков волос нужно научиться любить себя я считаю это правильно А любить себя, это уважать себя, это не позволять унижать себя, обижать себя. Я считаю так, не знаю, права я или нет. И помогает ли это в ситуации? Это сейчас уже, когда прошло сколько-то лет, я анализирую те прошлые свои какие-то неудачи, свои какие-то промахи, какие-то неправильные поступки. Я думаю, надо было так поступить, надо было вот это поступить. Но я поступала так, как считала нужным. Да, ошибалась, да, ошибалась. У меня очень много ошибок в жизни, которые я совершила. И одна ошибка, которую я бы хотела исправить, но, к сожалению, невозможно уже исправить. Хотя если поднатужиться, то можно исправить. Если и поизменить свою жизнь, то можно исправить и эту ошибку, да. Будет больно, будет, ну, как сказать, неприятно. Но всё возможно. Всё в наших руках, друзья. И когда вот такое состояние приходит к нам, к вам, ко всем, да, нужно просто говорить, мне кажется, вот самой себе, что ты сильная или я сильный. Я справлюсь с этой ситуацией. Я лучше, чем обо мне думают. А думают обычно как? Да никак не думают. Вот так вот обидели, махнули рукой и ушли. Они думают, что это не вернётся обратно. Нет, вернётся, дорогие мои. Всё вернётся сполна. Особенно, знаете, вот я недавно разговаривала с своей знакомой, она сказала, с любовью шутить нельзя. Если человек вас искренне, ну, влюблён, вы видите, он вас влюбляется, а вы ничего не чувствуете, скажите ему честно об этом. Не мучайте его, да. Только потом не унижайте его. Не надо использовать его в каких-то там целях. Ну, и просто такую вот эту ситуацию конкретную, которую мне написала вот эта Леночка. Как я поняла, это её молодой человек просто начал над ней издеваться, измываться, говорить всякие гадости, унижать её в присутствии своих друзей. Ну, не хочешь ты с ней дальше общаться, да, ну так скажи ей прямо в глаза. Зачем? Зачем, да? Это всё. Ну, видимо, вот такой. Лен, вот за что-то он тебе был дан, понимаешь? Вот какие-то у тебя внутренние свои есть такие заморочки, которые ты должна проанализировать, изменить себя в первую очередь. И мне кажется, тебе будут притягиваться другие совсем мужчины. Да, уже не шашнадцать, не шашнадцать и мне, и тебе, но поверь, можно и в этом возрасте встретить достойного мужчину. Можно. Не цепляйся, отпусти его. Понимаешь, когда вот мы держим человека, думаем о нём, между нами энергетическая связь. Вот эту энергетическую связь нужно обязательно разорвать. Он тоже это чувствует, понимаешь? Он тоже это чувствует. И тоже каким-то образом переживает, переживает, унижая вас, да? А вы переживаете, заливаетесь слезами. Не надо это делать. Ни один такой подлец не достоин женских слёз. Поверь мне, поверь, Леночка. Я никакой не психолог, абсолютно никакой я не психолог. Ну, мне кажется, что, ну, да, нас не учили любить себя. Опять вот, любить себя, да? Многие вот мне сейчас скажут, закидают камнями, это эгоизм. Нет, я имею в виду любовь к себе, не эгоистичную любовь. А любовь, в первую очередь, самоуважение. Я женщина, я личность. И почему-то кто-то должен ко мне относиться вот так, как он считает нужным? То есть унижать меня. Почему? Я этого разве достойна? Нет. То есть вот это должно быть в голове. Подняла, отряхнула, встала, отряхнулась, нанесла макияж. Извините, я сегодня не при параде. Я уже как бы вечер, да, собираюсь принимать душ и укладываться спать. И мне вот пришло в личку такое вот сообщение. Я просто не могла пока вот по свежим следам на него не ответить. Не знаю, права ли я, не права насчёт любви к себе, да? Ну, это моё мнение, понимаете? Можете оспорить его. Можете оспорить. Тяжело. Да, Лен, я понимаю, очень тяжело. Ну, а что? Надо пережить. Пережить это всё с мыслью о том, что ты достойна лучшего. Понимаешь? А если у вас завязались... А если бы вы поженились? Представляешь, что тебя ждало в жизни? А если бы ты забеременела, родила ребёнка, и он бы начал издеваться, дальше бы ещё и над ребёнком. Мне кажется, это ничтожные мужчины, какие-то вампиры или как их там назвать, я не знаю, ищут от женщин какую-то подпитку. Или у них это идёт с детства, может, их в детстве мамы унижали, да, каким-то, лупили бесконечно, в угол ставили, ещё что-то, какая-то обида у них на женщин. И поэтому они вот так вот относятся к женщинам, то есть стараются их унизить. Ведь всё идёт из детства. Блин. Не отчаивайся. Всё у тебя будет хорошо. У тебя прекрасный возраст. Понимаешь? Прекрасный возраст. Я чуть старше тебя, но я считаю, что жизнь только начинается, и нужно радоваться каждому моменту жизни. Пусть негативному поблагодарить, как благодарю высшие силы, что дали мне урок. Пусть позитивному поблагодарить высшие силы за то, что дали позитивный урок. Ну, на этом мне за всё нужно благодарить. Вот я вот, единственное, поняла, что за всё нужно благодарить. За плохое, за хорошее. Вот зубы сводит от обиды, да, но никому не показывай, что тебе обидно, что тебе больно. Никто не должен это заметить. Понимаешь? Никто, особенно он, не должен это видеть. Он и хочет это увидеть. Ты не должна ему это позволить. Понимаешь? Ну, вот так я обратилась к тебе с экрана. Потому что писать я не люблю. Отвечайте на письма. Это очень долго. Я лучше отвечу. Я знаю, ты меня смотришь. Ты моя постоянная подписчица. Я тебе благодарна. И мы с тобой сдружились. И я желаю тебе счастья. Вот поверь, всё у тебя будет. Вот всё будет. Поверь мне, пожалуйста. Всё будет хорошо. Ну, потому что плохое проходит тоже. Жизнь у нас такая зебра рыжая. Белая полоса рыжая. Белая рыжая. Такая зебра рыжая. Не чёрный белорыжая. Я так всё время называю. Чёрный какой-то цвет трауры. Говорю, рыжая. На данный момент тебе говорю, у меня рыжая полоса в жизни. Ну, ничего, она пройдёт. Скоро наступит белоснежная полоса. На этом хочу закончить. В первую очередь, Леночка, пожелаю тебе ещё раз. Полюби себя. Ну, почитай литературу. В интернете очень много. Судя по твоей аватарке, ты очень привлекательная дама. Очень привлекательная. Тебе просто нужно измениться внутренне. И всё. На этом хочу попрощаться. Спасибо всем моим подписчикам, моим друзьям за просмотр моего видео, что были со мной. Можете поделиться. Кто, если не согласен с моей точкой зрения, можете оспорить. Я абсолютно не против. То есть, подигуй, подигуй, дискутируем. Снимаю на телефон. Камера разрядилась. Поэтому телефон держу рукой слегка подрагивает. Всё. Пока-пока. На этом заканчиваю. А кто был впервые на моём канале, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Как всегда, пока. Ваша Света. До новых встреч в эфире.